Нужны ли витамины в косметике? Может показаться, что содержание витаминов в косметике – всего лишь маркетинговая уловка, направленная на повышение интереса к тому или иному продукту и увеличение продаж. Но это не так. Витамины в косметике – один из важнейших ингредиентов того или иного продукта, приносящий реальную пользу коже. Эти вещества нужны не только организму, но и коже. Те, которые содержатся в косметических средствах, обладают способностью подавлять пигментацию и осветлять обесцвечивание, синтез коллагена или сглаживание поверхности пидермиса. Каждый витамин выполняет свою задачу и определенно стоит выбирать косметику с витаминами в соответствии с типом кожи, ее проблемами и ожидаемыми результатами. К примеру, витамины в косметике нужны, так как с их помощью происходит увлажнение и регенерация кожных покровов. Какие косметические средства с витаминами выбрать? Советы. То, что витамины в косметике играют важную роль, конечно, не означает, что нужно сейчас бежать в аптеку и покупать их все. Наоборот, покупая косметику с витаминами, следует внимательно выбирать средства, подходящие к типу кожи и ее потребностям. Не все витамины подействуют на ту или иную проблему, а могут даже усугубить ее. А какие косметические средства с витаминами выбрать? Вот советы. Теперь давайте рассмотрим каждый витамин отдельно и как он действует в виде косметики. Читайте далее. Косметика С витамином А для лица, тела. К сожалению, витамины А не лишен недостатков. Прежде всего, использование продуктов с ретинолом может сильно раздражать и отшелушивать кожу. Это вещество также обладает фотосенсибилизирующим действием, а это означает, что продукты с этим ингредиентом нельзя использовать до воздействия солнечных лучей и безопаснее всего применять их только осенью и зимой. Более того, косметику с ретинолом не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам. Витамин А может привести даже к выкидышу или повреждению плода. Косметика С витамином В3 для кожи и волос. Витамин В3 можно найти в косметике под названием неоцинамид. Этот витамин часто сравнивают С витамином А, потому что он имеет аналогичные свойства. Он отлично справляется с морщинами за счет синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. Кроме того, укрепляет кожу, регенерирует ее и укрепляет липидный барьер, делая кожу более сильной и менее чувствительной. Хотя его действие аналогично действию витамина, он менее агрессивен и не вызывает таких побочных эффектов, как при использовании продуктов с ретинолом. Так что, если использовать такие кремы на постоянной основе, то о раздражении и шелушении речи идти не будет. Также интересно, что витамин В3 усиливает действие других косметических средств. Поэтому его можно использовать, например, в виде косметики С витамином С, к примеру, для волос. Витамин В3 также усиливает действие солнцезащитного крема, поэтому это хорошая новость для всех, кому не безразлично вредное воздействие УФ и УФА. Косметика С витамином В5 польза для кожи. Витамин В5 обладает сильными увлажняющими и успокаивающими свойствами. Он нежный, очень приятный для кожи. Он регенерирует, сильно увлажняет, восстанавливает липидные барьеры и укрепляет кожу. Что немаловажно, действует очень быстро и первый эффект от использования косметики С витамином В5 можно заметить даже через неделю регулярного использования. Эти продукты не имеют побочных эффектов и обычно не вызывают сенсибилизации. Косметику С витамином В5 следует использовать, когда кожа сухая, чувствительная и склонная к аллергии. Стоит знать, что такое вещество не забивает кожу. Поэтому косметику с ним можно применять людям, склонным к прыщам и угрям и желающим увлажнить свою кожу. Витамин С в косметике с чем сочетается? Отлично сочетается с такими веществами, неоциномид, ретиноиды, ячейки, слоты, би-ячейки, слоты, пептиды, пробиотики. Поэтому витамин С активно используется при создании любой косметики, начиная от ночного крема и заканчивая масками, отшелушивающими средствами, пенками и маслами от солнца. Продукты С витамином С полезны при лечении кожных проблем, например псориаза и экземы. Кроме того, данное вещество усиливает естественную защиту кожи от солнца. Конечно, это не значит, что при использовании продуктов С витамином С можно обойтись без защитных фильтров. Однако стоит знать, что их действие усиливается благодаря этому веществу. Витамин Е – свойство в косметике. Витамин Е уменьшает вызванную ультрафиолетом эритему, а также отек. Повышает натяжение кожи и увлажняет верхний слой эпидермиса. Уже было изучено, что использование витамина Е в сочетании С витамином А увеличивает запасы последнего при местном применении. Это означает усиление действия последнего на данном участке кожи. Косметика С витамином Ф – повсеместное применение. Косметика С витамином Ф пока может показаться наименее популярной. Ничего удивительного, ведь о чудесных свойствах этого витамина сказано немного. Прежде всего он регенерирует кожу, предотвращает процессы старения, увлажняет, успокаивает прыщи и защищает кожу от вредных факторов окружающей среды, таких как ветер, мороз или солнце. У косметических препаратов с данным веществом повсеместное применение. Косметика с витаминами, беременность и кормление грудью. Известно, что в это особенное время женщине приходится отказываться от многих вещей и зачастую среди них есть ее любимая косметика. Безусловно, беременным и кормящим женщинам, как говорилось выше, следует отказаться от витамина А, то есть ретинола. Хотя дозы этого витамина в косметических средствах невелики, их лучше избегать и не рисковать. Известно, что витамина отрицательно влияет на плод. Это может привести к выкидышу или нарушить развитие будущего ребенка. Беременным или кормящим женщинам можно без опасений пользоваться косметикой с другими витаминами. СЕФ витамины в косметике Сочетаются с разными веществами, специальными кислотами, пептидами, пробиотиками и дыры. Все это дает отличные результаты в любом возрасте и с любыми кожными проблемами. Производители находят свое уникальное соотношение ингредиентов, чтобы создать по-настоящему действенный продукт, который будет помогать справляться с любыми проблемами. СЕФ предлагает лучшие продукты по уходу за телом, кожей и волосами. Это природные средства, которые не имеют побочных эффектов и почти не имеют противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Поэтому смело используйте средства с данного ресурса для омоложения и оздоровления. Удачи! Видео – дешевое аптечное средство от морщин вокруг глаз. Прочитайте по теме «Никотиновая кислота, витамин В3 или ПИПИ». Для роста волос витамин Е – как правильно и как долго принимать перед беременностью. Сыворотки для лица от севитамином С, в чем польза отзывы, когда принимать витамин В3 утром или вечером, до еды или после. Лучшие витамины С и ЕРП для беременных.